В этом выпуске на Левке идем на новую фуд-арт-улицу. Знакомимся с настоящим лисом и узнаем нескучные новости. Не переключайтесь! Всем привет! Сегодня налегке отправляемся к очень интересному гостю. Ему всего 3,5 года, но он уже смог вырастить чувство ответственности у мужчины, которому давно за 30. Кто же это и как его зовут, узнаем прямо сейчас. Поехали! Сергей, добрый вечер! Еще не тот вечер, когда можно выходить с лисом на прогулку, так сказать, на охоту, да? Вы человек свободный, выходите с лисом на охоту периодически. Как охота? Удачно? Ну, за три года словил три мышки. Итак, была одна кинолента такая, там собаку как звали? Свистом. А у вас лиса как зовут? Лис. Все гениальное просто. Как появилась вообще идея, зародилась именно приобрести лиса? Ну, были. Кошка была в детстве, собака, мыши, крыса, попугай. Там оставался выбор между енотом и лисой. То есть, в смысле, это была безысходность или просто проснулся утром? Нет, просто хотелось завести какое-то животное. А, животное. Да. Смотрел про енотов. Вот я тоже очень хотел енотов. Желание отпало, потому что это сразу уничтожение всего, всех вещей и все, что есть у дома. Я сначала присматривался к хорькам еще, но хорьки, они очень вонючие и, ну, не такие умные, как хотелось бы. Хотелось бы что-то ближе к собаке. Ну, обратил внимание на лисиц, на домашних. Хотел сразу взять с института генетики и цитологии Новосибирска, там, типа, самые крутые лисы, они одомашние с 59-го года прошлого века. Позвонил им, как бы, вроде как договорился, но там нужно было в сентябре, только они отдают кастрированных уже лисиц, потому что они монополисты в этой теме. И что-то потом начал, что-то в интернете искать, искать, смотрю, оп, лисенок продается. Сутка баксов, думаю. Ну, в 10 раз дешевле, чем Новосибирск, я думаю, ну, ладно, может, ничем особо не отличается. Это была глупость. Вот. Оказалось, что это потом дикий лисенок. Ну, это проводили экспертизу в Академии наук из Минприроды. То есть, получается, на меня пожаловалась одна женщина. У меня никаких документов на него не было, кроме как я его зарегистрировал в квартире. Я пришел в ЖЭС с лисой и говорю, ребята, собак, котов регистрируйте. Вот. Новый мой друг. Без проблем зарегистрировали, все, получил документы. Все, ходил через два месяца, мне позвонили с Минприроды, сказали, что приходите. У вас есть вопрос к вам. Пришел, сказали, что вот так, так-то. Надо было в течение трех месяцев подать документы бесплатно и регистрировать как дикое животное. Ну, заплатил штраф, сделал документы. Все, вопросов нет. Как изменилась жизнь? Ну, что конкретно, распорядок дня поменялся? Распорядок дня первый месяц поменялся кардинально, потому что я приходилось гулять по ночам. Потому что днем жара, его не выгнать. Выходил в 9-10 вечера и пошел. Проходили мы с ним где-то приблизительно от 10 километров. Ну, раньше он хорошо гулял, сейчас как-то не особо. Что, устал, постарел или надоел? Успокоился. То есть они с возрастом становятся более спокойные. Плюс он кастрированный. Соответственно, ему не было особо больно, правильно, и он не испытал всех тех перипетий по поводу переходного, так сказать, возраста. Да, да. То есть он остался в душе щелком. Ну, это больше собака или кот? Вот всегда возникают вопросы. Кот, кот в теле собаки. Котопес, короче говоря. Месяц спустя, когда уже возникал вопрос, ой, зачем это все? Почему он остался, и вы уже 3,5 года счастливы вместе? Это большая ответственность, и я понял, что никуда его не пристрою, и это уже мой друг до конца. Это уже та самая взрослость. Когда говорят, приятнее дарить, чем получать, так и в ответственности есть свои прелести. Начнем с того, что это прежде всего материальная ответственность и мотивация. Ежемесячно уходит на этого маленького, но 15-килограммового лиса около? 200 долларов. 200 долларов. Рацион какой? Основный мясной, да? Мясо и субпродукты, да. Ну, натуралка. Кто-то заводит ягуара, дизельного, бензинового, электрического, правильно? И вступает в сообщество Ягуар Лендровер. Вы завели лису, и у вас тоже свой лисий круп получается теперь? Ну, да, у нас по СНГ в нашем именно сообществе, ну, порядка, наверное, может быть, тысяч пять человек. А минус Беларуси сколько находится? В Беларуси, ну, может, человек сто. Ну, а бывает такое там сходка всех лисоводов страны? Или такого не существует? Ну, в Москве. В Москве, да? Да, лесофест. Класс. Вот у меня появился кот пять лет назад, и вот я с этим котом до сих пор все никак не женюсь. Все как в идиоматическом выражении. А что про лисы можно сказать? Ну, с лисом тоже проблематично будет жениться, потому что он очень ревнивый. И если вы начинаете обниматься с девушкой, то он начинает нападать. И по-серьезному начинает нападать, и кусать. Ну, к пацанам, я вижу, вопросов нет. Вообще. Ему сейчас три с половиной голода, да? Сильно поменялся характер? Ну, очень спокойный стал. Ленивый стал. Да ладно. Да, очень ленивый стал. Что, и телевизор смотрит? Да, без проблем. Обленился совсем, да? Да. Уже даже в интернет не заходит, так все надоело. Нет, в интернете он любит смотреть на всяких лис. Помимо взаимоотношений, то, что встречает, провожает, в чем особенность лисы? Не встречает особо. Не встречает? Не провожает. Ну, у него есть фишка такая, у него вместо телевизора окно. То есть он все время, если какая-то движуха на улице, там, коты, собаки, там, люди кричат, он сразу на окно, и смотрит. Это у него сериал жизни. Понятно. То есть он все-таки воспринимает хозяина как хозяина, а не как добыча, да? Ну, нет, наверное, как раба. А-а-а. Простите, извините, пожалуйста. Мы сегодня в вашем парке. Мы ненадолго, мы скоро пойдем, а вы пойдете отдыхать. Сергей, расскажите всем тем, кто хочет завести себе дикое животное, енотика, выдру, шиншилу, лису или кого-нибудь подобного. Вот у него все эйфория, человек месяц не может спать, есть, только думает о том, как бы мне завести что-нибудь такое, не собаку или кота. А вот. Ну, прежде всего, нужно обратиться к разуму и подумать, стоит ли это делать, взвесить все за и против, будет ли у вас потом какие-то проблемы. Потому что очень много людей отказываются от лисиц, енотов, последующих, через месяц, через два, через полгода, через год. И другим людям приходится их пытаться пристраивать, находить хорошие семьи. В преддверии начала учебного года, вспоминая школьную программу, я терпеть не могу эту фразу до сих пор, меня аж прямо вот трясет. Мы в ответственности за тех, кого приручили. Но это тот самый показательный случай, да? Да. Шотландия первой в мире наделила девушек и женщин правом на бесплатные тампоны и прокладки во время менструации. Закон был принят шотландским парламентом еще в конце 2020 года, но вступил в силу только на днях. По новому закону, бесплатные гигиенические принадлежности нуждающимся женщинам должны обеспечивать муниципалитеты и учебные заведения. В законе говорится, гигиенические средства должны предоставляться не только бесплатно, но и в располагающей обстановке, без урона чувства собственного достоинства девушек. Знакомьтесь, это Томми Шелби, черепаха, которая ненавидит темные цвета. Рептилия, названная в честь босса семьи гангстеров Шелби в сериале «Острые козырьки», бьет головой по любым ногам, на которых надеты черные ботинки. Томми подбирается к любой темной обуви, которую замечает, и его владелица, 82-летняя Дафни Вудкок, теперь предупреждает посетителей выбирать другие цвета. В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов, соединенных черепами, так называемых краниапагов. Трехлетняя Бернарда и Артур Лима были прооперированы в Рио-де-Жанейро под руководством врачей из детской больницы в Лондоне. Врачи потратили месяцы на то, чтобы найти наиболее безопасный способ разделения, проверяя гипотезы на виртуальных моделях анатомии мальчиков, созданных на основе компьютерной томографии. Операцию все окрестили продуктом космической эры, так как впервые хирурги, находившиеся в разных странах, работали вместе в одной и той же комнате виртуальной реальности. После разделения показатели обоих мальчиков резко упали и пришли в норму только после того, как им дали возможность взять друг друга за руку. В Шотландии прошел первый в истории страны чемпионат по обниманию деревьев. Соревнующимся предстояло за минуту обнять наибольшее количество деревьев. Единение с природой происходило на территории замка Артторниш на полуострове Морверн. Участники также состязались в категории фристайла, самого изобретательного способа обнять дерево. Победителем вышел Аласдер Ферт, житель местного леса. Фотографу Кейси Ниллу удалось сделать невероятное фото, на которое одновременно попали молния и лунная радуга. Ленная или ночная радуга появляется, когда свет от луны преломляется через капли воды в ночном воздухе. Чаще всего такое случается во время полнолуния. Но более невероятным этот снимок делает то, что рядом с радугой ударила молния. Сфотографировать лунную радугу и молнию удается лишь однажды. Это одно из самых потрясающих зрелищ в моей жизни, признался фотограф. На этом все. Не переключайтесь. А мы такие налегке зарулили на лучшей улице, которая находится на толпе. Бухина. Говорят, здесь никогда не бывает зимы, потому что латиноамериканский акцент дает о себе знать. А еще здесь настолько свежий воздух и так много искусства вокруг, что даже спагетти кажется шашлуком. Арт-объекты, муралы, множество опен-эйров и интереснейших ивентов ожидают вас на лучшей улице. И нас поехали посмотрим. Добрый вечер. Вечер добрый. Как ваше настроение сегодня будничное? Лучше, чем у вас. Определенно да, потому что вы здесь на лучшей улице каждый день. Именно. Каждый день творим, созидаем. Тогда поделитесь секретом, почему эта улица лучше. Это то пространство, арт-пространство, фуд-пространство, семейное пространство, где каждый человек, житель нашей страны, может прийти на нашу улицу, фестивальную улицу, почувствовать себя в эпицентре событий, в эпицентре фуд-настроения, семейного вайба, ну и каких-то ярких эмоций. Подобный проект, это песочница, находится в советском районе. Это ваш конкурент? Это просто что-то похожее? Или это совершенно разные концепции? Я не считаю, что это конкурент. Наоборот, это еще одна точка, где каждый житель нашей страны, нашего города мог проводить свое время. А что по dog-friendly, cat-friendly? Мы pet-friendly, безусловно. Мы по вечерам устраиваем киносеансы, и даже я вот наблюдал некоторые, уже приходили не один раз вместе с собачками, устраиваются, удобно смотреть фильмы. Привет, ребят. Привет. Как вы сюда попали? Работаю недалеко тут, и вот открылось место, очень интересно, сделали локацию, приятно ходить. Почему эта улица лучшая или это только название? Ну, я понимаю, что завод Луч в этом поучаствовал, в названии, от этого вот пошла лучшая, наверное, улица. Как вы думаете, это конкурент, песочница, Лидмир двору и Октябрьское лето? Совершенно другая улица? Я думаю, что нету никакой конкуренции, просто люди по локациям приходят и осваивают пространство. Что больше всего понравилось? Что зацепило в этой улице? Атмосфера и энергия очень классная, здесь энергия, классные люди и хорошие места с едой, плюс здесь каждый вечер фильмы показывают на проекторе. Мне кажется, интересно прийти посмотреть какой-то фильм с друзьями. Определенно придете сюда еще? Да, определенно. Муралы. Одно из направлений арт-концепции этой улицы. Как узнать, кто автор Мурала или может быть какую-то предысторию про именно этот арт-объект? Вообще, сама тема весьма интересная и нестандартная для нашей страны. Мы выбрали концепт латиноамериканский с лондонским андеграундом. Это не свойственно Беларуси. Если мы можем посмотреть, то у нас есть различные животные арт-муралы гигантского типа. Вот. Их нарисовал достаточно талантливый стрит-арт-режиссер. Его зовут Костя. Так что, Костя, тебе передаю привет. Ты очень талантливый парень. На каждом мурале можно там увидеть стикер. Это автора работы. Как его можно найти? Могут ли молодые художники прийти сюда и реализовать себя именно в этом плане? Вы знаете, хороший вопрос. Я всегда приветствую интересных, креативных ребят, талантливых ребят, которые могут что-то показать себя. Безусловно, да, есть еще места, где можно это реализовать. Так что пишите, звоните, буду рад. За нами лантиноамериканка с минской пропиской, у которой более миллиона просмотров. Это так? Охват в Инстаграме «Лучшие улицы за неделю» более 1 358 000 два дня назад. Соответственно, это уже, наверное, ближе к полутора миллионов. А в ТикТоке наше первое видео разошлось чуть больше миллиона. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Лена. Ой, Лена, очень приятно, что вы сюда пришли. Что вы уже попробовали, как давно узнали, откуда узнали про эту улицу? Узнала, наверное, неделю назад, на онлайн или прочитала статью. Вот, пока что ничего не пробовала, только пришла, вот смотрю, мне все очень нравится. Прикольная тематика бразильская. Вы из этого района, получается, поблизости где-то или целенаправленно ехали сюда, или просто мимо проходили? Целенаправленно ехала сюда. Ожидания есть какие-то от улицы? Вроде как она и зимой будет работать. Вот это, конечно, большой вопрос, что здесь будет зимой, потому что очень поздно открыли, конечно, ее. И, ну, хотелось бы, чтобы зимой все продолжалось. Интересно даже в какой тематике, потому что в Бразилии жара зимой нам не очень подойдет, скорее всего. Поэтому безумно интересно, что будет здесь зимой и как это продержится вообще долго все. Нам сказали по четвергам на танцы, а в воскресенье с детьми. Вы когда, в четверг или в воскресенье? В четверг. В четверг? Да. Тогда записывайте. Плюс 375? Да. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Трансляции, мастер-классы по танцам, может быть, еще для детей что-то. Что вообще здесь будет и происходит? Каждое воскресенье у нас для детей есть трендсеттер Хаги-Ваги, Хаги-Ваги шоу. Мы уже запустили первое воскресенье, буквально недавно прошло. Было феноменальный успех, было более ста детей. Соответственно, мамы, папы подтягивались, было большое шоу и мыльных пузырей. В общем, этот концепт очень интересный. И мы хотим, чтобы каждое воскресенье было Family Day. А по танцам у нас планируется по четвергам бачата, сальса, все такое латиноамериканские танцы с мастер-классами, с какими-то интересными кейсами, с рассказами, с видеоинсталляциями. И понятно, что можно будет каждому желающему потанцевать на лучшей улице, получить какие-то там дополнительные движения от профессионалов и принять участие в большом перформансе. Вы явно претендуете на то, чтобы растопить лед и снег зимой, ведь это латинская улица. Что будет зимой? А зимой будет зима, а на лучшей улице будет латиноамериканский колорит, но сделано по-белорусскому. Соответственно, это будут новогодние ярмарки, это будет главная елка нашего района. Будем работать в штатном режиме, понятно, что будем утепляться, понятно, что будут какие-то дополнительные интерактивы зимние. Это будет наша первая зима, но мы не боимся, мы только ждем, для того, чтобы набирать обороты, стартовать в разные времена года и делать лучшие улицы лучшей в городе Минска. Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение на лучшей улице? Отличное! А как вы сюда попали? Теленаправленно или просто мимо проходили со всей семьей? Ну, вообще, увидели обзор в ТикТоке, решили приехать посмотреть, как, что тут. Ну и как вам? Неплохо, но с детьми здесь грустно, но я думаю, для взрослых хорошо будет. Ну, это потому что будни денег, говорят, по выходным здесь очень много чего интересного для детей. Ну, может быть. То есть придете? На выходные как-нибудь, может, и придем. То есть придете еще? Да. Здравствуйте! Приятного аппетита! Спасибо! Дожевывайте, дожевывайте. Как вам здесь? Нравится. Картошка вкусная? Да. Приведете сюда всех своих друзей? Да. Что будете делать? Играть. И есть? Да. Много? Да. А вы как? Кады. Придешь еще сюда? Да. Ход конем – это так неожиданно. Мы идем туда, где самая большая очередь, где продают ребра, ноги и крылья. Это правда, что ваши ребра перед тем, как попадают на тарелку в лаваще, 12 часов проводят в всю виде? Совершенная правда. Жаль, конечно, что в одиночестве, но больше будет, потому что таким делиться не хочется даже с нашим продюсером. Красота. 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 Субтитры подогнал «Симон»